О кесаревом сечении ходит много мифов. Часть из них имеет медицинское обоснование, другая часть уходит корнями в дремучие времена, когда кесарева считалась операцией отчаяния, сложной и рискованной проводимой лишь в крайних случаях. О наиболее распространенных мифах мы и поговорим. Сегодня каждый десятый ребенок в России появляется на свет с помощью кесарева сечения. Много психологов и врачей проводят разные исследования о том, как влияет операция кесарева сечения в будущем на жизнь ребенка и его мамы. На основании этих данных мы и рассмотрим народное мнение об хирургическом вмешательстве. Миф первый. Кесарева можно сделать по желанию. В нашей стране, к счастью, по желанию кесарева сечения не выполняют. К хирургическому вмешательству прибегают только тогда, когда это действительно необходимо, когда естественные роды невозможны или могут принести вред здоровью женщины и ребенка. Как и любая другая операция, кесарево сечение – это определенный риск и проводится она только после тщательного взвешивания всех за и против. Миф второй. Кесарева – это просто заснул, проснулся и все позади. Несмотря на то, что многие страшные истории о кесаревом течении не более чем миф, не стоит забывать, что это операция и она несет в себе определенные риски. Никто не застрахован от осложнений. Рубец, остающийся на матке, может осложнить течение последующих беременностей и стать фактором риска в следующих родах. Страх перед болью порой заставляет женщин просить об операции, однако стоит учитывать, что в естественных родах боль прекращается сразу после рождения плода. А вот после операции боли длятся несколько дней, а иногда и недель. Кроме того, повышенная кровопотеря и перенесенный наркоз при кесаревом сечении приводят к слабости, порой лишая женщину возможности ухаживать за своим ребенком. Миф третий. Кесарево сечение всегда проводят под общим наркозом. Наркоза при кесаревом сечении боятся многие будущие мамы. Кроме банального страха не проснуться, женщин тревожит влияние наркотических средств на малыша. Эти страхи несколько преувеличены. Во-первых, большинство операций сейчас проводят под спинальной анестезией, а не под общим наркозом. Обезболивающее лекарство вводят в спинно-мозговой канал в области поясницы, при этом женщина остается в сознании, хотя и не чувствует боль ниже места укола. Обезболивающий препарат при спинальной анестезии не поступает в кровь и не попадает к ребенку, а женщина может увидеть своего малыша сразу после рождения. Общий наркоз при кесаревом сечении применяется только в том случае, когда есть противопоказания к спинальной анестезии, например, при искривлениях и травмах позвоночника. Миф четвертый. Кесарево сечение может плохо сказаться на состоянии здоровья. Это утверждение можно признать верным отчасти до изобретения современных методов профилактики инфекций, остановки кровотечения и обезболивания. Кесарево сечение действительно часто приводило к тяжелым последствиям для здоровья. Сейчас риски куда меньше. Так, для профилактики воспаления часто во время операции вводят антибиотики. В первые сутки после хирургического вмешательства женщина находится в реанимации или палате интенсивной терапии, где за ее состоянием пристально следит медперсонал. После кесарево сечения мама поправляется медленнее, чем после естественных родов. В первый месяц она нуждается в помощи родных для ухода за ребенком, поскольку ей рекомендуется ограничивать физическую активность и запрещается поднимать тяжести даже собственного ребенка. Однако уже спустя полтора месяца все ограничения снимаются и организм, как правило, полностью восстанавливается. Боли после кесарево сечения связаны с нарушением целостности брюшины оболочки, покрывающей все внутренние органы. При ее повреждении могут образовываться спайки сращения между петлями кишечника и другими внутренними органами. У некоторых женщин организм склонен к развитию обширного спаечного процесса, что проявляется длительными болями в животе и запорами. У большинства же этот процесс минимален и не сопровождается никакими симптомами. Миф пятый. Кесарево сечение однажды кесарево сечение всегда. Выбор метода родоразрешения у женщины, которая уже перенесла однажды кесарево сечение, не так однозначен. При решении данного вопроса учитывается состояние послеоперационного рубца, его состоятельность, то есть способность выдержать нагрузку родами. Протекание послеоперационного периода в предыдущих родах, течение данной беременности, наличие осложнений состояния ребенка. Кроме того, обязательно выясняют показания к первой операции. Если она выявлялась по причине неправильного положения плода, а сейчас ребенок лежит правильно, то самостоятельные роды вполне возможны. Если же причина кесарево сечения неустранима, например, очень узкий таз или проблемы со здоровьем роженицы, то безусловно состоится повторная операция. Миф шестой. Кесарево сечение несовместимо с грудным вскармливанием. Наладить грудное вскармливание после кесарево сечения действительно часто бывает сложнее, чем после естественных родов, однако эти трудности преодолимы. Если операция кесарево сечения выполняется в плановом порядке, то есть до развития родовой деятельности, то молоко приходит позднее, на четвертые-пятые сутки, чем при самопроизвольных родах на третье-четвертые. Это связано с тем, что когда женщина самостоятельно вступает в роды, у нее происходит выброс в кровь определенных гормонов, которые, кроме всего прочего, стимулируют выработку грудного молока. Применение антибиотиков во время операции не требует отказа от грудного вскармливания после кесарево сечения, так как в этом случае применяются препараты, совместимые с лактацией. Все медикаментозные средства, которые во время хирургического вмешательства проникают в организм мамы, выводятся из него уже через несколько часов. К моменту появления молока кормить малыша можно совершенно безбоязненно. Определенные сложности возникают с первым прикладыванием груди. Известно, что идеальный старт лактации – это прикладывание груди в первые минуты после рождения на 10-20 минут. В условиях современных роддомов этот интервал не соблюдается, а первое прикладывание длится пару минут и имеет скорее символичное, чем физиологическое значение. Уже через несколько часов после операции можно организовать полноценное кормление. Хуже, если женщина после экстренного кесарева, когда использует общий наркоз, находится в отделении реанимации первые 2-3 дня, не имея возможности приложить ребенка к груди. После перевода мамы в послеродовое отделение в большинстве роддомов созданы условия для совместного пребывания мамы и ребенка в палате. Если это все же невозможно, можно договориться хотя бы о том, чтобы ребенка не докармливали смесью, либо если врач настаивает на докорме, делали это не из бутылочки, а из ложечки или из чашки, чтобы избежать отказа крохи от груди, что, к сожалению, иногда встречается. Миф седьмой. Кесарята чаще болеют и нередко отстают в развитии от сверстников, и у них с мамой не формируется эмоциональная связь. Рождение ребенка путем кесарева сечения, безусловно, накладывает отпечаток на его дальнейшее развитие. При таких родах новорожденный не имеет времени для постепенной адаптации к атмосферному давлению. Из-за резкого перепада давления могут быть проблемы с сосудами. Если кесарево сечение выполняется под общим наркозом, малыш в первые недели жизни вялый, пассивный, плохо сосет грудь, что связано с действием лекарственных средств. При плановом кесаревом сечении ребенок рождается в не свой запрограммированный срок, и в связи с этим ему труднее приспособиться к нормальной жизни в первые дни, к активному дыханию и сосанию. Отсутствие готовности дыхательной системы к существованию вне маминого организма может проявляться так называемым синдромом дыхательных расстройств. Легкие ребенка не справляются с нагрузкой, не могут обеспечить его необходимым количеством кислорода. Малыш дышит нерегулярно и поверхностно при этом повышается риск развития болезней органов дыхания. Кроме того, при кесаревом сечении не происходит заселение кишечника ребенка микроорганизмами половых путей мамы, что создает условия для развития дисбактериоза. Однако разница в развитии новорожденных сглаживается с возрастом, и уже через несколько недель кесарята за счет адаптации не отличаются от сверстников, родившихся естественным путем. Это касается здоровых деток, рожденных в срок, если кесарево сечение прошло без осложнений. Труднее приходится тем, у которых операция кесарево сечения была проведена по причине тяжелого позднего токсикоза, кислородного голодания плода или преждевременных родов, то есть состояние ребенка, когда больше зависит от причин, по которым сделана операция, чем от собственного способа родов. А впечатление, что кесарята появляются на свет более слабыми, во многом возникает из-за того, что у малыша были проблемы со здоровьем еще во время его внутриутробного развития. Нередко можно услышать мнение, якобы из-за того, что при кесаревом сечении ребенок не проходит по естественным родовым путям, у него с мамой не формируется эмоциональная связь. Но никаких научно подтвержденных данных о том, что дети рожденные с помощью операции меньше любят маму и любимые ею, чем малыши, появившиеся на свет естественным путем, нет. Еще совсем недавно, лет 20 назад, новорожденного ребенка сразу после родов уносили от женщины, даже не прикладывая груди. И в течение всего времени пребывания в роддоме детей приносили только на кормление. Тем не менее, материнская любовь все-таки формировалась, и дети отвечали тем же. Связь между мамой и ребенком, образовавшейся за 9 месяцев беременности, никогда не обесценивает. Не говоря уже о том, что тысячи женщин любят своих приемных деток и малышей, рожденных суррогатными матерями. После рождения достаточно окружить кроху вниманием, и все наладится, и не так уж важно, произойдет это в первые минуты или в первые дни его жизни. Конечно, как и у каждой операции, у кесарева есть свои плюсы и минусы, но хочется подчеркнуть главное. Если операция кесарева сечения вам необходима, ее делать нужно, вне всяких сомнений, не надо бояться хирургического вмешательства, если это позволит родиться вашему малышу с меньшими проблемами, но и стремиться к нему, считая панацеей от боли, не стоит. Если можно обойтись без кесарева, лучше так и сделать. Миф 8. Шрам после кесарева сечения уродство на всю жизнь. Раньше при кесаревом сечении разрезали живот посередине от пупка до лобка и накладывали узловые швы. Сейчас делают небольшой разрез по линии роста волос на лобке и накладывают специальный косметический шов. При правильном уходе спустя год остается тонкий, как нитка, белый шрам после кесарева сечения, который легко прикрывается даже плавками бикини. Такой разрез способствует скорейшему возвращению к нормальной физической форме. Миф 9. Кесарева сечения – это неправильные роды неправильной мамы. Действительно, многие мамы, пережившие операцию кесарева сечения, ощущают чувство неудовлетворенности вины за неправильные, по их мнению, роды. Легче психологически переносит операцию женщины, которые заранее знают о предстоящем способе родов и уверены в его необходимости сложнее те мамы, которым провели экстренное кесарево сечение. В любом случае необходимо помнить, что главной целью программы является рождение здорового ребенка, а отнюдь не процесс и способ его появления. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok